С 20 июня по 5 июля будет проводиться единое национальное тестирование. В нем примут участие более 130 тысяч выпускников. Подготовлены 1200 аудиторий, 161 пункт проведения. Утверждена пошаговая инструкция. О готовности к ЕНТ рассказали в кулуарах правительства под председательством премьер-министра. В новых реалиях Оскар Мамин поручил обеспечить качественное проведение ЕНТ соблюдением санитарных требований. Так, для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции будут предприняты 5 мер защиты. Прохождение тестируемого через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером, контроль измерения температуры, предоставление одноразовой маски. Порядок входа в пункты проведения ЕНТ позволит обеспечить расстояние между тестируемыми не менее 2 метров. Будет организована онлайн-трансляция, тем самым обеспечивается прозрачность и открытость процесса. Данные требуемые стандарты будут реализованы качественно и в Алматинской области, доложился Амандах Баталов. В этом году количество выпускников Алматинской области составляет 15,5 тысяч ребят. 11,5 тысяч из них, то есть 73% намерены сдавать ЕНТ. 84% участников ЕНТ намерены пройти тестирование на казахском языке, 16% на русском и 5 учеников на английском. В области определены 16 пунктов проведения ЕНТ. Каждая соответствует требуемым стандартам. Для учеников из отдаленных населенных пунктов будет обеспечен транспорт для перевозки, проживания и питания. Из бюджета предусмотрено 115 миллионов деньги. Алматинская область полностью готова к проведению единого национального тестирования. Также в ходе правительственного селектора обсудили направление занятости. В рамках государственной программы ЕНБЕК планируется создать 600 тысяч рабочих мест по республике. Из них 40 тысяч в Алматинской области. На эти цели выделяется 18 миллиардов тенге. Также в рамках дорожной карты бизнеса в Край-ЖТСУ за май месяц уже трудоустроено 4300 человек. Всего по этой программе будет создано более 22 тысяч рабочих мест. Государством выделено 109 миллиардов тенге. К другим темам. В Памфиловском районе все больше популярность получает проект «Приемный пункт онлайн». Суть системы проста. По инициативе Агентства по делам Государственной службы Алматинской области в госучреждениях установлены уголки обслуживания. Любой желающий может через видеосвязь обратиться к госслужащим с тем или иным вопросом. Так за прошедший май благополучно решили свои проблемы и получили исчерпывающие консультации более 20 местных жителей. Благодаря подобной системе минимизируются контакты между людьми и повышается цифровая грамотность населения. Проект внедрили месяц назад. Люди приходят, получают консультацию. Это для тех, у кого дома нет компьютера или ноутбука. Также можно проводить онлайн-встречу, не выходя из дома. Нужно просто через интернет заранее записаться на прием. Далее будет указано время. Учающиеся в Алматинской области занимают ведущие места в рейтинге по числу победителей школьных олимпиад. Свою лепту вносят и ученики Талдыгурганской средней школы гимназии имени Абая. В этом году среди ее выпускников три обладателя статуса алтенбельга и два человека с аттестатом особого образца. Юные гимназисты приносят родной школе не только призы, но и статус лучшей школы среди учебных заведений города. Учиться в школе имени великого мыслителя и поэта Абая Кунанбаева для ее учащихся – большая честь. Быть лидерами во всем – их девиз. Нынешний статус учебного заведения – достижение ее учеников, призеров городских, областных, республиканских и международных конкурсов. Среди них и ученик 11 класса Руслан Атабаев. Его любимые предметы – право и история Казахстана. Именно в них он смог проявить свой талант, принеса в копилку родной школы награды победителя. В этой школе я проучился чуть более года, но тем не менее она стала для меня родной. И я здесь смог проявить свои лучшие качества. И я очень благодарен своим педагогам, которые вкладывали в меня свой опыт, свои знания и помогали мне достичь того, чего я сейчас достиг. Я надеюсь, что ребята младших классов тоже будут участвовать в Олимпиадах, будут хорошо учиться и поднимут престиж нашей школы. За годы существования учебное заведение не раз занимало ведущие места в различных школьных олимпиадах. В этом большая заслуга преподавательского состава и авторитет олимпиадников. Ведь на них равняются не только сверстники, но и подрастающее поколение. С прошлого года он начал интересоваться предметными олимпиадами по предметам физика, информатика и английский. Я интересовался соревнованиями между своими сверстниками и восхищался выпускниками нашей школы. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, собираюсь дальше участвовать в ещё больших олимпиадах и стремиться к успеху. Школа насчитывает более полутора тысяч учащихся. Из них 294 – отличники учёбы. Большинство ребят – призёры предметных олимпиад и научных проектов Дарын и Зерде. В юбилейный год поэта и просветителя Абая Кунанбаева ученики школы посвятили свою победу в республиканских онлайн-олимпиадах 175-летию великого мыслителя, чем ещё раз подтвердили звание лучшей олимпийской команды города. В этом году у нас около 30 призовых мест, различных олимпиадах. Если мы говорим о выпускниках, у нас в этом году заканчивают 59 выпускников. Из них три ученика получают знак «Алтенбельгэ», два ученика заканчивают на аттестат особого образца. Они тоже являются все участниками этих олимпиад, международных конкурсов. И среди выпускников у нас около 20 участниц, которые участвовали в различных конкурсах и олимпиадах и занимали места. Уже завтра школа простится со своими выпускниками. Из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией 60 учащихся получат аттестаты в непривычной обстановке. Кульмира Тимиргалиева, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. 13 июня в Алматинской области официально стартует купальный сезон. Однако, чтобы удовольствие не обращалось к трагедии, спасатели вновь предупреждают, что вода ошибок не прощает. В рамках профилактики специалисты водно-спасательной службы посетили город Капшигай и встретились владельцами зоны отдыха. Капшигайское водохранилище – излюбленное место отдыха как жителей и гостей области, так и отдыхающих мегаполиса. С каждым годом условия отдыха становятся заметно лучше. Только в прошлом году пляжи и водоемы посетили свыше 500 тысяч человек. Их безопасность купальный сезон – задача номер один для спасателей. В будние дни количество туристов составляет до 3000. В выходные их количество достигает 6000 в день. В этом году мы ожидаем огромный поток туристов, уже готовы их принять. Первым делом мы должны обеспечить их безопасность. В прошлом году жертвами водной стихии стал 31 человек, 12 из них – дети. Для недопущения трагедии спасатели совместно с Акиматом проводят профилактические мероприятия. Они проверили все пляжи и водоемы области. Для безопасности отдыхающих установлены информационные таблички о соблюдении правил безопасности. Копчегайское водохранилище наше граничит с таким мегаполисом, как город Алматы. И в этом году ожидаем большое количество отдыхающих. На Копчегайском водохранилище имеется более 140 частных из 7 городских пляжей. Спасатели департамента ЧС устанавливают буйки. Эти буйки будут полностью по периметру по всему пляжу. Уважаемые жители и гости Алматинской области, просим соблюдать правила безопасности на воде. В первую очередь, это следить за изменением в погодных условиях. Купаться только на оборудованных пляжах и других отведенных для купания местах. На территории Алматинской области три крупных водоема, оснащенных спасательными станциями. Это озера Алаколь, Балхаш и Копчегайское водохранилище. В купальный сезон эти места под особым контролем служб ЧС, где круглосуточно дежурят бригады спасателей. Дамир Анитов, Алмат Хамид, телеканал ЖТСУ. При содействии ДЧС Алматинской области. Это была вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин